Достигли цели. Как паломники встретили патриарха Кирилла в Великорецком? Не убрали за собой, кто обязан ликвидировать свалку у детской площадки. Полумрак, таинственная музыка и куклы, как кировские артисты готовятся к премьере детского спектакля. Перекрытые дороги, полеты на вертолете и никакого общения. Сегодня в Киров впервые прибыл патриарх московский Евсея Руси Кирилл. Он возглавил божественную литургию в селе Великорецком. Напомню, до берега реки Великой паломники добирались пешком три дня. Не все ради главного события, на которое, как говорят сами верующие, пустили только избранных. Об очередных преградах на пути к святым местам расскажет Анастасия Шерстнева. Четвертый день Великорецкого крестного хода, и именно он является наиболее значимым для верующих. Сегодня в селе Великорецкое будут проведены божественные литургии и видосвятия. Планировалось, что в этом году в крестном ходе примут участие больше 100 тысяч паломников. Однако, по предварительным данным, из Кирова стартовало лишь 28 тысяч человек. В том числе и Надежда Воробьева вместе со своей крестницей Настей. Их стол во время крестного хода небогатый. Одна тарелка супа и буханка хлеба. Но большего и не надо, говорят паломники. Лишь бы набраться сил для дороги назад, в Киров. Всяко было, и трудности были, но вера как-то всегда помогает, придает силы. Мы тоже не нормально, все хорошо, слава Богу. Крестный ход не зря получил статус всероссийского. К реке Великой по традиции съезжаются люди из разных городов страны. Ирина Комарова, например, приехала из Екатеринбурга. Второй раз сюда с сестрой едем. И нам очень нравится, хотим получить Божью благодать. Все равно как будто на небесах побываешь здесь. Очень хорошо. Приготовление очень хорошее. Все приготовили, все сделали. Все равно, и все-таки приехал патриарх. О, у вас здесь будет. Класс. Великорецкая патриарх Московский и всея Руси Кирилл добрался по воздуху. К слову, для его прибытия организаторы подготовили сразу несколько вертолетных площадок. Паломники тоже ощутили приезд патриарха. Появилось много ограждений и полицейских. Кроме того, на поляне рядом с рекой Великой установили современную сцену, приходить к которой верующие начали с самого утра. Предстоятеля Русской Православной Церкви встретили колокольным звоном. Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию, которая длилась около двух часов. На причастие к нему допустили лишь порядка 20 человек. Великорецкий ход самый большой по протяженности и самый древний. И я хотел бы принести великой благодарность вам, мои дорогие православные землевятские, что вы сохранили эту традицию. Также патриарх провел водосвятный молебен у Никольской Церкви. Но были и те, кому не удалось это увидеть. Дальше ограждения некоторых паломников не пустили. Одной из причин, по их словам, послужила грязная одежда. Нас всех не пустили. Нас гоняли с одного места на другое. Ну, то есть, как бы, перефутболивали. И никто не давал настоящей этой информации. А тут вот, ну, не удалось нам. Подруга у меня из Москвы приехала, тоже на этот крестный ход она шла и тоже вот была разочарована. Это именно в связи с тем, что был патриарх. Там сложно с собой иметь торжественный парадный гардероб-то. Мы такие, мягко говоря, пыльноматы и грязноваты. Официальное мероприятие, это постановочное мероприятие. Просто я сделаю свои воды, вот и все. Тем, кому все же удалось посетить литургию, затем вместе с патриархом прошли часть крестного хода. Паломники рассказывают, что молитвы, произнесенные вместе с патриархом, обладают особой силой. Ну, это же патриарх всей Руси. Крестный доход идет молиться, и то такая сильная молитва. А тут еще предстоятель церкви, конечно. Ну, конечно, все чувствуется, конечно, чувствуется. Но для этого надо пройти. Это как бы, я вам это не смогу объяснить. Столько благодати приходит, по вере, конечно. И поэтому люди так стремятся здесь побывать. По Кирову высокие гости передвигались на автомобилях. По словам очевидцев, чтобы проехал кортеж из 13 машин, улицы были перекрыты. Свита во главе с патриархом Кириллом к трем часам дня прибыла в Трифонов монастырь. Но опять же попасть на территорию удалось не всем верующим. Около 70 прихожан так и стояли возле ограждения. Глава РПЦ выступил с 20-ти минутной речью и рассказал о своих впечатлениях от Вятки и Крестного хода. Вот только что мы летели из Великорецка до Вятки на вертолете и смотрели на эти замечательные пейзажи, на дивные просторы, на леса, луга, реки. И как замечательно, что мы живем в такой прекрасной стране, в такой красивой стране. Отмечу, что больше никаких официальных мероприятий с участием патриархи Кирилла в Кирове запланировано не было. Из Великорецкого паломники выйдут уже завтра рано утром. В Киров верующие придут в пятницу, 8 июня. Анастасия Шерстнева, Антон Мамаев и Даниил Кочкин. Бюро новостей Дайвича. И уже сегодня, сразу после праздничных мероприятий, в Великорецком некоторые паломники отправились обратно в Киров на автобусах. От пешего пути они решили отказаться. Кстати, что касается общественного транспорта, то в Кирове его перевели на летний режим работы. Это значит, что количество автобусов и троллейбусов на отдельных маршрутах сократится. Однако, существенных изменений это не принесет, заверил директор Центральной диспетчерской службы Александр Рыболовлев. Всего в Кирове около 600 единиц транспорта и 62 маршрута. С переходом на летнее расписание на тех маршрутах, где пассажиропоток сократится, количество автобусов и троллейбусов тоже уменьшится. На других направлениях, к примеру, которые ведут до садоводческих товариществ, транспорт добавится. Эти изменения происходят каждое лето, пояснили в ЦДС и напомнили, что следить за расписанием транспорта по-прежнему можно на сайте организации. Около 1 миллиона рублей на установку света, звука и видео. Столько средств в этом году будет потрачено на техническое оснащение театральной площади в день города. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Большая часть суммы, это около 500 тысяч рублей, будет потрачена на установку и прокат светового и видеооборудования, в числе которых генераторы дыма, прожекторы, светодиодный экран и акустические системы. Чуть меньше, около 400 тысяч рублей, будет потрачено на звуковое оборудование. Работы по монтажу, как сказано на сайте госзакупок, начнутся 10 июня с самого утра. Установку оборудования планируют завершить не позднее 9 утра 12 июня. До дня города считанные дни, а праздновать настроения никакого нет. Об этом сегодня говорят некоторые жители домов в районе Зеленой аптеки на перекрестке Щерса и Грибоедова. Больше года люди просят убрать мусор от местной детской площадки. Но реакции пока никакой. Подробности далее. Это вы фотографировали? Да, это все отправляли. Это и на губернатору последнего. Фотографии этой местности жители разослали уже, наверное, представителям всех уровней власти. Возмущаются. В регионе год экологии объявлен. Скоро праздник, день города. А у них под окнами вот такая картина. Причем весь этот хлам от демонтажа старого дома лежит тут уже больше года. А рядом гуляют дети. Они уже залезут и поранятся. Кто-то, кто опять виновного будет искать? Кто будет это? Стрелочника находить опять? Кто у нас стрелочник? Это администрация Ленинского района. Пенсионер Николай Иванович во всем винит работников теруправления Ленинского района. Считает, с этой горой мусора уже давно разобраться могли бы. Но день города, ой, это день района Ленинского района. Отметили с лесу. А полторы тысячи тут рублей на вывозку и мне не нашлось. В администрации города утверждают, что земля, на которой лежит мусор, не в муниципальной, а в частной собственности. При этом хозяев этой земли уже не раз штрафовали за нарушение правил благоустройства. В настоящее время им снова направлены уведомления для явки в территориальное управление по Ленинскому району для составления протоколов об административном правонарушении. Размер штрафа за нарушение правил внешнего благоустройства составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Но, судя по всему, мера эта малоэффективная. Свалка до сих пор портит настроение местным жителям. Люди ждать от собственника волевого решения не намерены. Будут писать обращение к губернатору, а также позвонят президенту страны во время его ежегодной прямой линии. Дмитрий Ждарчук, Даниил Кочкин, Бюро новостей, Давича. Очередная попытка связать два берега реки Чепцы. В эти дни строители завершают монтаж на плавного моста неподалеку от Кирово-Чепецка. Напомню, мост в том районе уже строили, но во время ледохода еще в 2015 году сооружение уплыло. С тех пор мост на время половодия каждый год разводят, а после того, как пройдет ледоход и вода спадет, монтируют вновь. Правда, на данный момент уровень воды еще на метр больше нормы. Но власти района решили, что на плавной мост уже можно монтировать. Тем более, что этого очень ждут жители Каринторфа и нескольких отдаленных сельских поселений. После установки моста это будет самый короткий путь до Чепецка и, в конечном итоге, до областного центра. Подрядчик планирует завершить к пятнице по сборке моста. Соответственно, в следующей неделе будет организована выездная комиссия, по результатам которой будет принято решение об открытии движения через наполной мост. Кировская область вошла в число регионов-лидеров по борьбе с коррупцией. По данным Национального антикоррупционного комитета, лишь 11 регионов России выполнили национальный план противодействия коррупции. Добавлю, что сейчас впервые введена персональная ответственность глав регионов за реализацию этой программы. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кировской области предложили ремонтировать дороги за счет софинансирования частных предприятий. С такой инициативой выступили члены региональной группы общественного контроля за ремонтом, содержанием дорог и организацией дорожного движения. На совещании группы был рассмотрен опыт Амутнинского района. Там поддерживать дороги в нормальном состоянии помогает местный металлургический завод. В частности, предприятие ежегодно безвозмездно предоставляет населению тонны шлака для подсыпки грунтовых дорог. Члены региональной группы решили рекомендовать Министерству транспорта области использовать опыт Амутнинского района. Авиарейсы из Кирова в Нижний Новгород отменены. По информации авиакомпании «Декстер», которая осуществляет рейсы из Кирова в Нижний, связано это с тем, что Росавиация прекратила субсидирование этого направления. В то же время на сайте аэропорта Победилова рейс в расписании все еще значится. Там заявляют, что пока речь идет лишь о приостановке продажи билетов. По информации издания «Коммерсант», первоначально программу льготных авиаперевозок по Приволжскому федеральному округу продлевать на этот год власти не планировали. Однако в феврале это решение было пересмотрено. В результате рейсы из Кирова в Нижний, Уфу и Пермь в программу вернули. В Кировской области допущены к работе еще пять детских лагерей. Об этом заявили на очередном заседании областной межведомственной рабочей группы по организации отдыха и занятости детей и молодежи. На сегодняшний день в регионе работают 15 лагерей, в которых отдыхает больше двух тысяч детей. Рабочая группа также обсудила возможность допуска к работе еще пяти лагерей, открытие которых планируется в период с 6 по 13 июня. Сейчас ненадолго прервемся. Вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Останутся без света. В каких домах 7 июня отключат электричество? Полумрак, таинственная музыка и куклы. Как кировские артисты готовятся к премьере детского спектакля? Спорту любые возрасты покорны. Сегодня ветераны и школьники приняли участие в городской спартакиаде. Еще раз здравствуйте. Вы смотрите «Давича» и мы продолжаем. 7 июня несколько десятков домов останутся без электроэнергии. Причиной отключения станет проверка электричества. Об этом рассказали в администрации города. Как добавили в мэрии, работы по проверке являются плановыми. Их будут проводить специалисты горэлектросети. Без света останутся жители сразу в нескольких районах города, в том числе в Ленинском, Октябрьском, Первомайском, а также в Нововязке. В некоторых домах электричества не будет с 8 утра до 5 вечера. Ознакомиться с полным списком домов, в которых не будет электричества, можно на сайте администрации города. Для уточнения информации все жители города могут обратиться по телефону 564 034 561 331. Как дикий зверь из леса превратился в домашнее животное. Это готовы рассказать своим зрителям актеры Кировского театра «Кукол». Они готовятся к премьере нового спектакля по сказке Киплинга «Кошка, которая гуляла сама по себе». Екатерина Зубарева побывала на одной из репетиций и готова рассказать некоторые секреты этой постановки. С первых секунд этого спектакля понятно, что сказка Киплинга полна магии. Она рассказывает о том, что в древние времена все животные были дикими. И среди этой непокорной природы была мудрая женщина, которая смогла приручить и собаку, и лошадь, но не кошку, которая гуляла сама по себе. Если я добавлю, еще вправо. Передать правильное настроение спектакля помогает работа светорежиссера. Он внимательно следит за происходящим на сцене и знает, когда выключить фонари, когда пустить дым, а когда добавить яркости. Музыка в спектакле тоже необычная. Ее написали специально для этой премьеры. Можно было писать авторскую музыку, потому что очень нестандартная подача, так скажем, подход режиссера очень интересный. И мы все оговорили заранее с режиссером. Конечно, безусловно, этот спектакль на подборе был просто неинтересен. Еще одно отличие этого спектакля от других – возрастное ограничение 7+. Магическая сказка особенно понравится школьникам и даже взрослым, уверены актеры и режиссер. Захватывающий сюжет заставит о многом подумать. Ответы на вопросы искали все, кто готовил этот спектакль. Пришлось разгадывать и думать, что Киплинг имел в виду в своем произведении, потому что она на самом деле, несмотря на то, что она детская, в самом деле она очень глубокая, взрослая и там столько всего интересного. Главная героиня этой сказки, конечно, кошка, которая не дала мужчине и женщине замкнуться в своем уютном мире обустроенной пещеры. Она показала людям, что на свете есть бесконечное количество тайн, которые ждут своего часа. Она все-таки не раскрыла свои тайны никому, но, может быть, раскроет эти тайны вам. Раскрыть тайны кошки, которая гуляет сама по себе, кировчане смогут уже 8 июня. Премьера в Театре кукол состоится в 10.30 утра. Екатерина Зубарева, Александр Рызгалов, Бюро новостей Дайвича. Встретились со старыми друзьями и проверили физические силы. На стадионе «Прогресс» сегодня прошел заключительный этап спартакиады среди ветеранов Ленинского района. Участники, а это семь команд от различных предприятий города, прошли несколько испытаний. Это бег, мужчины пробежали 100 метров, женщины 60, эстафета, отжимания от скамьи и подъем туловища. Стоит отметить, что спартакиада длится весь год. В каждом сезоне свои задания. В прошлом году в соревнованиях приняли участие около 300 человек. В этом году желающих было еще больше. И, как рассказывают организаторы, им пришлось даже отказаться от личного первенства и оставить только командное. По итогам победителей спартакиады получат кубок и сладкие призы. При этом борьба за первое место очень напряженная. Настрой очень хороший. Я знаю, что люди хотят именно победить и за победу будут драться. Хотя мне хочется, чтобы это была все-таки больше физкультура, но для них это спорт. Еще одна спартакиада и тоже на стадионе «Прогресс» прошла сегодня, но уже среди спортивных детских клубов города. В ней приняли участие ребята 17 лет и младше. Они пробежали эстафету, соревновались в дартс, прыгали с места в длину и перетягивали канат. Результаты подвели в разных возрастных категориях. Эта спартакиада тоже является ежегодной. И, как с грустью отмечают организаторы, количество клубов, которые принимают в ней участие, сокращается. К примеру, в этом году желание поучаствовать в спортивных состязаниях изъявили только три клуба города. Таким был этот вторник в заме наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Давича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38 48 88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания. Дмитрий Житарчук.